товарищи ага поднимаемся за работку сразу убираем зелень а вот она картошечка будем копать тушно-душно на улице прям в бане салют всем если бы я вам показала сейчас как я выгляжу мы идем в общем покопали картошку целый загон загон это как сколько сказать не знаю я идем на речку ручки маникюрчик красоте то есть идем мыть ноги руки и обедать немножко отдыхать до вечера а потом продолжим облагораживаться ну как холодненькая но я думаю она уже будет холодненько так тут еще уже на солнышке могут это лежат уже в это время вот она речушка я уже снимаю ну-ка жопки подреситесь всем привет наши будни деревенские выкопали два загонщики бульбочки и остался третий последний рывок на дня два затянется этот рывок вот так отдыхают деревенские жители прекрасным теплым летом да вы все желаете нам хороших каникул хорошего отдыха вот я делюсь с вами как проходит наш хороший отдых и отпуска да вот как то так но в любом случае на свежем воздухе под палящим солнце а главное все вместе дружно всей семьей вот это самое классное так что можно и поработать так до а да и все а точно приезжайте на отдых ладно пойду присоединюсь доброе утро страна у нас сегодня что суббота мы только что докопали картошку в общем да отходим ну так слегка но опять-таки работы полно вот смотрите эта фасолька мы ее уже положили как по-русски не помню исправьте почистили еще хочу показать вам супер крутую фасоль вы только гляньте это прям как я не знаю как очень большая она по сравнению с маленькой вот я положу маленькую не смотрите на мой маникюр после картошки вот в общем вы видели разницу это прям как пол пальца фасоль огромнейшая и вот сушится зверобой сейчас я его наберу мята тоже домашнее есть и сделаю чай еще либо мне как слышите голос пропал потому что земля холодная когда картошку копаешь и видим немножко немножко что то есть так что да сейчас буду пить чай и у нас есть еще медик и знаете когда сделал дело и картошка выкопана это огромная колоссальная работа проделана и сейчас можно хотя бы минуток двадцать расслабиться а может даже весь день мама пожалеет а вот как всегда она жалеет меня ну как и всех детей своих конечно же а то она и мама ладно пойду заваривать чай сейчас уже да мои братики покопали картошку мои супер терминаторы и сейчас едут на рыбалочку поэтому подготовочка сальцо все дела я бы тоже с вами поехала ну ладно и так друзья товарищи вот она поле от картошки как видите уже все закончилось но вы только посмотрите какой у нас урожай в этом году вот кто знает кто различает вот это наверное медовая тыква а вот это нет вот еще одна красивая смотрите мама говорит надо такую одну поставить возле крыльца красиво для украшения пока она пока еще можно держать прям вот будет очень нарядно мне кажется так по осеннему красиво я знаю что многие не принимают и вообще не понимают хэллоуина но для меня это реально не то что сам праздник а именно вот тот момент когда украшаешь когда вырезаешь тыкву вот смотрите какие красивые ну это же реальные тыквы которые превращаются в кареты разве нет где бы еще найти фею на эти все тыквы красота уже поют сороки если можно назвать их крики песнями смотрите как церковь видна красиво вот я слышу голоса к Павлу пришли его друзья я вот и синички тоже иногда периодически слышно и вот обожаю осень это своего рода волшебство я люблю все поры года но осень для меня это не знаю это сказочная пара года какие груши у нас они еще твердые нужно подождать она совсем молоденькая в общем решили мы вот еще вот этот весь загон как мы говорим будем засадить травой и будем делать сад у нас много деревьев вот которые уже привиты все и будем садить здесь еще яблони и груши в общем все что у мамы есть вот так картошку покопали братья уехали сегодня буквально с семьями так стало скучно так стало тихо в доме и я надеюсь что наконец-то немножечко будет больше времени для того чтобы почитать книги потому что как знаете после картошки не до книг помылся и спать что называется очень тяжело физический труд облагораживает закаляет характер выдержку но и спину ломит неплохо тоже смотрите какая красота просто прелесть ну и как обычно для вас немножко звуков из деревни я знаю что многим это нравится и многие прям получают удовольствие кто-то прямо возвращается в свое детство поэтому для вас буду периодически снимать просто звуки в конце огорода здесь больше всего кузнечиков и здесь прекрасно кто помнит старые тропинки первый раз иду кстати ой как здесь пахнет классно и здесь все 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 Многих смущает цвет речки, но он у нас всегда такой, такая кофейного цвета, но как бы это, не знаю, из-за земли, наверное, из-за, может, какие-то примеси и прочее в земле, поэтому такая вода, но она нормальная. Выглядит такой цвет, но как бы она сама по себе чистая. Вот здесь прямо самое место, мы все время здесь купались в детстве, и здесь мелко, нам было где-то по пояс, а вот там возле мостика, там уже купались постарше, кто умел плавать хорошо, там плавали все, а детвора в этом лягушатнике, здесь реально очень классно. Вот я сейчас смотрю, что здесь прямо даже чище, чем в прошлом году. В прошлом году было больше травы прямо посередине, а сейчас уже чисто, и было бы вообще классно пашке купаться, если бы еще тут эти ветки подоставать. в любом случае, понюхая этот запах, это просто невероятно серьезно. Ни в каком море этого запаха нет, хотя не все, наверное, поймут, но я думаю, что многие понимают, о чем я говорю. Как все удивительно меняется. Посмотрите здесь, вот в этом месте, в прошлом году полностью было, вообще не было травы, ничего, и здесь мы с Павликом рисовали палочками на песке мокром, на берегу. А сейчас все заросло вот так. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 с медом клубничкой бог ты мой какие у нас цветы волшебные желтенькие любишь они чем пахнут да потому что желтенькие поэтому как блинчики глаз у нас уже день подходит к концу понюхай на самом деле вот эти вот цветы и если кто знает напишите как как их на как их они очень любят солнце они прямо растут растут на солнце вы видели там у нас вдоль забору прямо очень много они так пахнут розы да но эти цветы они так пахнут просто невероятно прям настоящим медом здесь проходишь и действительно про вот это благоухание особенно к вечеру усиляется и невозможно невозможно очень классно так что вечер вечер на носу мурза такой у нас босиком как видите уже не будь весь в песке и это круто и обалдею что он такой весь грязнулькин и прошлогодний костюм спайдермена вот в прошлом году он был ниже колено сейчас как видите уже как нормальные шорты вот так что да всю одежду которую взяли сюда мы не носим носим все старые что остались в прошлом году не жалко зато и пускай донашивает паша этого делать не надо вот я думаю где наш код тимох что это не рим джека дам это всего лишь паучок паш это маленький паучишка на паутинке но где же вот тимох ты где-то где он а он хочу посмотреть он что-то там ищет так иди посмотри открой и вот и